Всем привет, с вами Фенимор. На протяжении долгого времени любой человек задает себе один и тот же вопрос, так ли все на самом деле, как нам говорят. Наступила золотая осень, деревья скинули свои листья и приготовились к долгому зимнему сну, чтобы потом опять проснуться и радовать нас снова своим новым зеленым нарядом. А теперь я расскажу вам немного другую историю. На этой планете когда-то были зеленые деревья, красивые луга, реки и моря. Теперь вы видите, что на деревьях опадают листья, нет уже той свежей зелени, которая радует глаз. Земля когда-то была плодородная, а теперь это просто песок. Песок полностью покрывает эту планету. Высохли реки, вся вода с планеты улетела в космос, так как атмосфера стала разряжена и совсем не пригодна для дыхания. Плюс ко всему на планете опасная радиация и без скафандра человеку точно не выжить. Ну как вам история? Представьте теперь, что нам подобное рассказывают всегда, показывают только то, что можно смотреть. Если вдруг ученые-марсиане запустят свой землеход и специально приземлят его в пустыне Сахара, то у них наверняка получится доказать всем своим марсианам, что Земля действительно безжизненный мир. Но нас так не проведешь. Мы же все хорошо понимаем, что все наши земные марсоходы ползают по марсианской пустыне Сахара. Людей всегда очаровывает возможность существования жизни на других планетах. Не так давно людям удалось все-таки изобрести доступные средства для наблюдения за другими мирами. Армады зондов были запущены к другим планетам, нашей Солнечной системы, чтобы понять состав планет и выяснить, есть ли на них какая-либо форма жизни. Марс занимает первое место в этом списке, так как из всех планет до сих пор Марс считается более изученным миром, чем остальные. Кроме того, он ближе всех к нам и очень похож на Землю и на его поверхности может находиться любой тип известных нам живых организмов. Сейчас среди ученых закрепилось устойчиво одно мнение, согласно которому, если мы найдем все-таки жизнь на Марсе, у нее точно не будет стадии эволюции выше, чем у обычной бактерии. Такая позиция ученых крепко закрепилась и стала догмой. Они ее придерживаются, даже если на полученных снимках с Марса отчетливо видно совершенно другое. Само собой, они никак не комментируют подобные снимки, так как это будет противоречить их твердой устоявшейся позиции по отношению к Марсу и всему тому, что там действительно происходит. Еще устоялось твердое мнение, что всему живому нужно обязательно только земные условия. Эта фотография сделана МОК «Марсорбитер камера» спутником для фотографического картирования Марса. Недалеко от южного полюса Марса было снято нечто совершенно невероятное. Но, как ни странно, все, что мы видим на этой фотографии, оставлено совсем без внимания. Давайте внимательно ее рассмотрим. Так как мы смотрим с вами вместе эту фотографию с Марса, мне стоит вас спросить, что вы видите на этом фото? Прошу, не думайте, что это Марс и то, что вы видите, не может быть на самом деле. Просто скажите первое, что вам придет в голову. Что вы видите? На этом изображении видны формы, очень похожие на большие деревья с ветками. Например, давайте сравним этот снимок с другой фотографией, ведь все познается в сравнении. На этой фотографии изображены земные деревья. Я специально сравнил это с тем, что вам хорошо известно. Ну как? Вам не кажется, что на этих фотографиях много общего? Но это еще не все. Идем дальше по снимку. Как видим, что по мере продвижения по фотографии дальше, марсианская растительность становится намного гуще, превращаясь постепенно в невырубленную земную тайгу или непроходимые джунгли. Насколько мне известно, никакого геологического объяснения, даже отдаленно похожего на это, просто не существует. Поэтому можно смело сказать, что перед нами неизвестная марсианская растительность. Аналог нашим обычным и привычным земным деревьям. Скорее всего, вы сейчас подумали, что это очень смелое заявление. Если считаете, что я не прав, попробуйте доказать мне обратное. С большим удовольствием посмотрю на все ваши попытки. Как же тогда можно объяснить все то, что мы видим на этом фото? Давайте хотя бы попытаемся. Попытаться хоть как-то что-то объяснить всегда намного лучше, чем просто молча игнорировать. Итак, самое простое, на мой взгляд, и самое логическое объяснение заключается в следующем. Некоторые растительные формы жизни, возможно, восходящие к временам, когда на Марсе было очень много воды, продолжают расти на планете до сих пор. Вероятно, они опускают свои корни к слой воды под поверхностью и способны переносить сильные перепады температур. Теперь поговорим о размерах. Самые большие деревья, видимые на этом снимке, имеют диаметр около одного километра. Конечно, марсианские деревья выглядят весьма внушительными по сравнению с земными деревьями. Хотя, я уже вам рассказывал, что и на Земле были когда-то подобные гиганты, и было это в порядке вещей, так как до сих пор оставшиеся пеньки мы принимаем за горы. Но если учесть, что 1. Атмосфера более разряжена, чем земная. 2. Гравитация составляет лишь треть от гравитации нашей планеты. 3. Вероятно, нет паразитов, которые могли бы уничтожать их стволы. 4. Это инопланетный вид дерева, наверняка неизвестный нам, совсем с другим метаболизмом. Тогда их размеры вполне нормальные. Хотя мы с вами хорошо видим, что на этой фотографии присутствует и вполне нормального земного размера деревья. К моему великому сожалению, ни один ученый не взял на себя смелость объяснить то, на что мы с вами сейчас смотрим. Только потому, что вся официальная наука утверждает в один голос, что этого не может быть. Мы не можем найти деревья на Марсе, только потому, что они говорят, что деревьев на Марсе нет и быть там их просто не может. Так как они все просто уверены в этом. Стоп, давайте остановимся, так как чем больше я сталкиваюсь с официальными утверждениями, тем больше нагревается мой мозг. Как бы ни думали и в чем бы они не были уверены, наши ученые, марсианский лес продолжает дальше расти. Самое интересное в том, что это не единственное фото с Марса, на котором присутствует марсианская растительность. На этом фото хорошо виден другой вид марсианской растительности. Что-то похожее на наши пустынные кустарники. Для сравнения возьмем опять земную фотографию. Это пустынный район Австралии, а это Марс. Ну что, вы все еще не верите своим глазам, думаете это оптический обман, иллюзия. Увы, это фантастическая реальность. На этом снимке хорошо видны марсианские деревья. Теперь поговорим немного о другом. Об этом я вам говорил задолго до того, как это признали официальные ученые. А говорил я вам о том, что на Марсе есть вода в жидком состоянии. Вот смотрите, что это по-вашему, обман зрения или большое озеро? Видна целая сеть озер на поверхности Марса. Выглядит это весьма фантастически. Этот снимок был получен зондом Opportunity 19 декабря 2004 года и не требует уверен никакого объяснения. На снимке отчетливо видна вода. Вот еще фотографии, на которых хорошо видна марсианская растительность. Если вы сами хорошо поищите, уверен, найдете еще много интересных фотографий, на которых изображена бурная марсианская растительность, озера и реки. Обязательно поделитесь со мной своими изысканиями. Я же с вами поделился. Эта фотография сделана в Sol 2912 марсоходом Curiosity. Как видим, на этой фотографии виден довольно странный объект. С дефектом пленки или объектива его назвать сложно, так как на следующей фотографии этого объекта просто нет. Будь это какой-либо дефект, он бы повторился множество раз. Но здесь его нет. Сложно сказать, что это конкретно. Но то, что это проявление какой-то марсианской активности, это точно. Вот только какой? Это пока вопрос. Что думаете вы об этом? А это облака Марса. И да, на Марсе есть своя атмосфера. Это города и дороги. Только снято это не на Земле, а на поверхности Марса. Не стоит удивляться тому, что вы не видите знакомые очертания привычных мегаполисов. Марс, другая планета и там своя архитектура. Хотя, если вспомнить концепт проекта Венера, то там тоже были круглые города. Вот изображение деревьев Марса с настоящим цветом, похожим на земную зелень. Сейчас, я думаю, кто-то из вас скажет мне, почему же тогда на оригинальных снимках нет зелени. Все довольно просто. К моему великому сожалению, Mars Global Surveyor имеет камеру MOC. И эта камера показывает только красный и синий цвет. Скорее всего, это единственная из когда-либо созданных камер с такой странной функцией. Я оставлю вашим мыслям место для размышлений по этому поводу. Для чего отправили на Марс такую камеру, которая не снимает зеленые цвета. В чем смысл? Скорее всего, не все из вас знают, что на Марсе был обнаружен метан. Метан – нестабильная молекула в атмосфере. Он исчезает через какое-то время. Если же он не исчезает из атмосферы, значит его что-то восполняет. Возможно, несколько вариантов. Это вулканическая активность или во всем виноваты бактерии. Есть еще один вариант. Метан может образовываться при ударе кометы о Марс. Но никто не обнаружил такого недавнего падения. В любом случае, падение метеорита не смогло бы вызвать долговременное содержание метана в атмосфере. Первая версия, вулканическая, отпадает, так как марсоходы ее не обнаружили. Тогда, вероятнее всего, будет вторая версия, а именно наличие на Марсе активной биологической жизни. Сегодня у НАСА в руках есть мощные инструменты для наблюдения Марса. Если они могут сделать снимок с орбиты своего марсохода и даже видны следы на поверхности от его колес, возникает сразу вопрос, что ждет НАСА? Почему они снимают только безжизненные, не вызывающие интереса места на Марсе? Почему не пытаются даже разгадать загадки Марса? А может все далеко не так на самом деле? И они действительно до сих пор боятся спровоцировать массовую истерию у землян, показав настоящий Марс со своей флорой и фауной. Не зря же отправляют марсоходы без возможности записи звука с некорректными камерами, которые просто не снимают почему-то именно зеленый цвет. Не знаю как вам, а для меня очень странно как-то выглядит все это. Возможно, скоро узнаем, что там происходит на самом деле, так как к Марсу летят сразу три экспедиции. Прибудут они на Марс в феврале 2021 года. И как знать, возможно, совсем скоро нас ждет очень интересное время, время новых открытий. Спасибо, что были со мной. Мира вам и процветания. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok